Друзья, всем салют, я снова рад вас приветствовать в новом видео, и сегодня я вам покажу полный трэш. Это реально вообще такое тут у меня произошло в этом аквариуме. Вы сейчас посмотрите, и у вас волосы дыбом станут. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, что тут творится. Бедные рыбки, посмотрите, в углу забиты, и посмотрите, весь аквариум у меня в гидре. Посмотрите, насколько она тут расположилась. Вообще обалдело тут. И это, чтобы вы понимали, друзья мои, это всего лишь за три дня. Вот она в таком режиме, прям, я не знаю, супер-мега-турбо режим у нее какой-то включился. Я просто не ждал. Вот для тех, кто не понимает, о чем речь, и хочет увидеть ее поближе. Вот посмотрите, какие у нее волосочки, как она устроена. Видите, она как так одной ножкой, и потом у нее так щупальцы, вот она расплывается. И реально она вытеснила рыбок, загнала в угол. Вот тут она все захватила. И вот тут у меня, посмотрите, тут ее еще нету. И она вот, ну, рыбки пока тут. Но это просто, я не знаю, как не передать словами. Я делал в том, что живым кормом тут не кормил. Ладно бы, знаете, там, покормил, там, живым кормом, и тогда вопросов нет, там, мог бы занести. Тут рыбки ели только сухой корм. Как сюда гидра попала? Вообще, я вообще не понимаю, что произошло. Она реально тут просто захватывает аквариум. Уже, я не знаю, что с ней делать. Конечно, есть способы, например, рыбками ее, ну, выкармливать. Я посадил сюда Петруху. Петруха где-то там вот запрятался. Вот он, видите, там, может, в правом уголочке его там силуэтик. Вот Петруха там сидит, и даже он, походу, прячется. Хотя, когда он выплывал, у него было такое полное брюшко. Ну, возможно, он кушает, но ему хватает. Другие рыбки не едят. Вот эти рыбки, они боятся. Вот, посмотрите, они выплыли. Все, они боятся кушать ее. Что не так? Откуда? Вот Петька, вот он, Петечка. Видите, уходит. Он может, конечно, там охотиться. Вы посмотрите, он ближе подплывет. У него там полное брюхо. Реально, он там такой телепузик. Анцик вот этот, но он тоже, как бы, просто ползает, не заползает на эту территорию, где Гидра. А Гидра захватывает все больше и больше себе места. Кто боролся с Гидрой, ребят? Кто как ее выводил? Посмотрите, ну это ж вообще. А там я буквально заметил пару там, я не знаю, вот таких было там на ножке, а не там пару штучек сидело. Сейчас я уже смотрю полностью весь аквариум в нем. Ну, кроме вот того уголочка. И уже Петруха не спасает меня. И вообще и аквариум этот не спасает. Единственное, что еще сейчас... Посажу еще два сюда, две самочки. Ну, посмотрим, понаблюдаем за ними. Может они хоть начнут активно есть эту Гидру. Может как-то хоть ситуация в нашу пользу пойдет, а не в пользу Гидры. Итак, вот смотрите, я сейчас первую самочку запускаю и смотрим на ее действия. Ну, пока вроде просто осваивается, осматривается. Не идет туда Гидры, чтобы ее покушать. Ну, ничего, подождем. Сейчас запускаем вторую. Смотрим за ней. Друзья, я просто в шоке от того, с какой скоростью размножается эта Гидра. И какая ситуация сейчас в аквариуме. Это просто. Я вот до завтра еще жду. Посмотрю, что тут будет с этими петухами. Может что-то улучшится. А если нет, ну, приходится... Придется, скорее всего, прибегнуть к химии. Что думаете? Итак, друзья, смотрите. Тут уже рыбки у меня вольготно плавают. Вот видите. Сразу скажу, что петушки вообще тут не помогли с Гидрой от слова совсем. То есть никак вообще ничего не смогли сделать. Но, как вы думаете, что мне помогло? Я вам открою простой рецепт. Использовал вот такой порошочек. Чуть позже вам покажу упаковочку. Сразу скажу, что дозировку я не знаю. Хоть смейтесь, хоть нет. Так как порошок этот я случайно, так сказать, нашел. Ну, не случайно. Я за таблетками пошел в фептал. Но таблеток не было и купил этот порошочек в этой аптеке. И вот я сюда сыпал пол-чуть-чуть. Так как тут всего 13 литров. Я буквально там на поверхность чуть-чуть сыпал. Ну и впоследствии смотрю как бы за питомцем. И я дождался вот того момента, когда у этих Гидр... У них усики, вот эти щупальцы такие. И вот они начали сворачиваться. И после этого я понял, что можно дозировку больше не повышать, а оставить прежний. И смотрите. Вот они начали потихоньку скручиваться. Но некоторые все-таки тут были такие более активные. Они еще там что-то пытались переселяться. После этого я еще немножечко сверху. Просто я не размешивал ни в водичке, там нигде не разводил. Просто так вот сверху чуть-чуть на поверхность подцепал. И смотрел, оно перемешивалось. И впоследствии как бы они начали умирать. Петька он единственный самец. Тут мальчик остался. Ну я смотрю, он вообще не ел. Девочек я отсадил. Он тут вот по соседству рядом с ним. И как бы я смотрю, толку от петушков нет. Ну и собственно сейчас покажу сам этот порошок. И вот собственно сам порошочек. Вот браводазол. Самое главное, что у нас есть тут фенбендазол. Вот это нас интересует. Вот тут такое. Ну это для Украины, ребят. В Украине такое продается. В России и в других странах. Я думаю, что такое тяжело встретить. Препарат этот копеечный. Ну кстати, можете поискать его аналоги. Либо фетал, либо это. Ну вообще он походу применяется. Где тут в ветеринарной медицине написано. Вот я его отсыпал все немножечко. И потом добавлял туда. Ну чтобы с пакета неудобно дозировать. Вообще классная штука. Также кстати помогает против планарий. Вот такой порошок.